Грузоподдержка 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 По поручению Рашида Тимрезова военнослужащим из Карачаева Черкесии, который находится в зоне специальной военной операции, отправлена очередная партия грузоподдержки. На этот раз торжественный старт был дан председателем Единой России Дмитрием Медведевым по видеоконференц-связи, который со многими регионами страны обеспечила наша телерадиокомпания. Подробности в материале Артура Мхце. В Москве прошел съезд партии «Единая Россия», на котором единогласно было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Перед началом сессии состоялся телемост со многими регионами страны, участие в котором приняла и Карачаева Черкесия. По видеоконференц-связи должны были отправить грузы поддержки военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. По поручению главы Карачаевской республики был создан штаб. В рамках этого штаба консолидировались и проводились работы по сбору гуманитарной помощи, приобретению необходимого вещевого имущества, технических средств. На постоянной основе получаем обратную связь в потребностях, которые формируются сейчас на фронте. Весь сформированный единым штабом груз ранее был упакован и аккуратно сложен в военные камазы при непосредственном участии волонтеров. Помощь в таких акциях постоянно оказывают многие жители республики. Например, полторы тысячи комплектов термобелья шили студенты Северокавказской государственной академии. Сегодня, в день съезда партии «Единая Россия», мы наравне с другими субъектами отправляем очередную партию гуманитарного груза, который необходим на сегодняшний день. Это, безусловно, питьевая вода, теплая одежда. Более 30 тонн сегодня груза мы отправляем. В общей сложности с начала СВО от республики в сторону СВО было направлено более тысячи тонн всевозможного гуманитарного груза. Торжественный старт отправки грузов дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В нашей республике прямую трансляцию обеспечивала ГТРК «Карачаево-Черкесия». Из черкесской автомобили направились в новые российские регионы, где в данный момент находятся военные из 34-й мотострелковой бригады. Артур Махцер, Ренат Муков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске состоялось очередное 51-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели 18 вопросов. Среди них изменения в закон Карачаева-Черкесии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории региона. Депутаты также приняли законопроект об установлении новой памятной даты – День ветеранов боевых действий. Подробности расскажет Альбина Ламкова. В Парламенте Карачаева-Черкесии принят ряд законодательных проектов и одобрены изменения в бюджет республики на текущий год. Они связаны с увеличением налоговых и неналоговых поступлений. Для детей-сирот на федеральном уровне ввели сертификаты на приобретение благоустроенного жилого помещения или для полного погашения потечного кредита. В связи с этим парламентарии обсудили внесение этого права и в закон нашей республики. Данный закон позволяет молодым семьям, которые представляют дети-сироты, достигшим именно 23 лет, плюс это дает возможность использовать еще материнский капитал, потому что к 23 уже дети имеют детей и имеют возможность использовать. До этого такая возможность исключалась. Еще одобрен проект закона Карачаева-Черкесии об установлении в республике Дня ветеранов боевых действий. Он будет праздноваться официально 1 июля на территории Карачаева-Черкесской республики. И хочу поблагодарить всех ребят, кто сейчас исполняет свой долг по защите интересов. Возвращайтесь живыми, здоровыми к своим семьям. Введение отдельной памятной даты позволит объединить всех ветеранов боевых действий в республике. Признание их заслуг перед обществом повысит авторитет ветеранского регионального движения и станет элементом патриотического воспитания молодежи через примеры наших героев-земляков. Одобрили на заседании постановление об учреждении молодежного парламента при Народном собрании республики. Кто может войти в состав молодежного парламента? Это лица, достигшие 18-летнего возраста и не старше 35 лет. За счет кого будет формироваться? Будут представители от политических партий по одному человеку, от народного собрания по одному человеку, от депутатов районных советов будут представлены в молодежном парламенте. И от высших учебных заведений по одному представителю. Создание молодежного парламента связано с необходимостью повышения активности молодежи в общественно-политической жизни региона, развитие молодежного парламентаризма и содействие законодательной деятельности в области защиты прав и законных интересов. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в Москве встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и командой Минака России. В ходе беседы были намечены совместные планы по реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, в ходе недавней прямой линии по поддержке малого и среднего бизнеса предпринимательской инициативы. Кроме того, обсудили итоги социально-экономического развития региона. В частности, было отмечено, что за 10 месяцев в Карачаево-Черкесии фиксируется положительная тенденция по всем основным показателям. Специалисты Газпромраспределения Черкесск завершили реконструкцию системы газоснабжения храма Покрова с Пресвятой Богородицы в Черкесске. В ходе реконструкции построены газовые сети общей протяженностью более 110 метров. В помещениях на территории храма установлено три отопительных котла, две водонагревательные колонки, газовые плиты для приготовления пищи в трапезной и узел учета газа. Весь комплекс работ выполнен в рамках благотворительной деятельности «Газпром Межрегион Газ Черкесск». С результатом проведенных работ ознакомились председатель Народного собрания Александр Иванов, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак, генеральный директор «Газпром Межрегион Газ» Олег Дергачев и мэр республиканской столицы Олег Васкаев. Покровская церковь занимает особое место в жизни православных жителей Черкеска и всей республики. Благодаря проведенной работе увеличится безопасность в храме, отметил Олег Дергачев. Храм был первоначально газифицирован в 1981 году, но за это время изменились обстоятельства и расширение храма произошло. В связи с тем нам пришлось привести в порядок всю систему газового хозяйства. В 2021 году была оборудована и запущена в действие котельная блочного типа, которая отапливает непосредственно сам храм. В КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная миссии педагога формирования личности гражданина России. Форум приурочили к 200-летию со дня рождения родоначальника научного подхода к педагогике в России, писателя и общественного деятеля Константина Ушинского. Ахмад Халхечев продолжит. Участников конференции от имени руководства университета поприветствовал проектор по учебной работе Мурат Чанкаев. Актуальность повестки подтвердила и широкая география участников. Основная цель форума – обсуждение передовых практик педагогики в деле формирования гражданственности и патриотического воспитания молодежи. Работа в секциях показала, что во многих регионах имеются свои особенности воспитательных практик. Ну а площадка данной научно-практической конференции организована с целью объединить весь имеющийся опыт со всего образовательного пространства огромной страны. Начиная от Москвы и Московской области, то есть охвачена очень широкая география. И мы надеемся, что сможем объединить все эти воспитательные практики для дальнейшей успешной работы нашей. Эти особенности, они хотя и различаются отдельные воспитательные практики, но и объединяют нас как россиян в какое-то единое целое именно на основе семейных традиций, этнокультурных традиций наших народов. Практически все выступавшие подчеркивали важность данной конференции для развития педагогической науки. Участники обращали особое внимание на то, что формирование гражданской позиции и развитие личности каждого российского гражданина являются основными задачами всей современной образовательной системы. Вот это много значит. Для педагога, хотя я и 42 года в образовании, но с каждым разом я для себя что-то беру, что-то новое. Все-таки обмен опытом, популяризация, это много чего дает в работе, в нашей работе. Сейчас работать в школе не так просто, но мы, педагоги, болеем за наших детей, мы хотим, чтобы они стали достойными людьми нашей страны, и это наше будущее. Развитие современных и эффективных стратегий без опоры на традиции и уникальный потенциал российской педагогической науки невозможно. Но о поиске этих точек опоры и обращают нас к изысканиям родоначальника научного подхода в отечественной педагогике Константина Дмитриевича Ушинского. Подчеркнула в своем выступлении один из главных организаторов научного форума и его идейный вдохновитель, декан педагогического факультета Алина Узденова. В форуме помимо представителей научной сферы приняли участие работники общеобразовательных организаций, а также школьники и студенты вузов из разных регионов страны. Данная конференция очень важна и актуальна для студенчества нашего университета. И со всеми цитатами, утверждениями о национальном, межнациональном и межконфессиональном образовании в России я согласна. Обучение на педагогическом факультете недостаточно без призвания, и я надеюсь, что оно у меня есть. Двухдневная научно-практическая конференция завершилась подведением итогов, где были отмечены наиболее интересные изыскания и предложения. Подведение итогов сопрождалось всеобъемлющими обсуждениями вопросов формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Ахмат Кулкевичев, Олег Малхужев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Ежегодно в мире недоношенными рождаются около 15 миллионов детей. Это каждый десятый ребенок. По мнению экспертов, эту проблему можно, если даже не искоренить, то хотя бы частично решить. С целью привлечения внимания к этим проблемам в 2009 году по инициативе Европейского фонда был учрежден день недоношенного ребенка. Специальный репортаж Мадины Каракетовой смотрите далее, а наш выпуск завершен. Всего доброго. Специальный репортаж Мадины Карачаево-Черкесия